Тренер – профессия не только стрессовая, но еще и опасная. Находясь на скамейке, серьезные мужчины в дорогих костюмах особо ничем не защищены. И в них легко может прилететь шайба или клюшка. Сегодня мы решили рассказать вам именно о таких эпизодах из жизни тренеров хоккейных команд. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! В конце прошлого года в матче Миннесота Нэшвилл досталось тренеру дикарей Брюсу Будро. Шайба отскочила ему прямо в голову. Пара швов, и Брюс вернулся к исполнению своих обязанностей. Как будто ничего и не произошло. Также по голове в одном из матчей против Уайлд прилетела тренеру Чикаго Джоэлю Кеннавилю. Но это попадание шайбы вызвало лишь улыбку у многоопытного наставника. Подумаешь, ерунда какая! Барри Троц – мужчина суровый. След от хоккейного снаряда на лбу тренера Вашингтона зиял внушительный. Но сам Барри не произнес по этому поводу ни единого слова. Да и вообще выражение его лица не сильно изменилось. Настоящий мужик. Нельзя злить Александра Радулова, а то можно нарваться на крупные неприятности. Почему-то этого не знал финский тренер вратарей Салавата Илари Някеля. За какую-то провинность, получивший от форварда клюшкой в лицо. Сам финн отреагировал на это происшествие так, как будто не произошло ничего из ряда вон. Джефф Блашилл получил шайбы в лицо прямой наводкой. Но даже не стал уходить в потрибунное помещение, а просто позволил себя заштопать прямо на скамейке. Так сказать, без отрыва от производства. Неудачный рикошет от своего игрока привел к прямому попаданию шайбы в тренера Виннипега Пола Мориса. И разумеется, реакцией на такое недоразумение со стороны тренера было сначала вполне спокойное выражение лица, а затем и улыбка. Надо просто подуть и заживет. Четвертьфинал минувшей Олимпиады против Канады для финской сборной совсем не задался. В дополнение ко всему, одному из представителей тренерского штаба сборной Финляндии разбили шайбой голову. Не везет, так не везет. Тренер фармклуба «Шаркс» Рой Соммер в одном из матчей почувствовал прямое попадание шайбы во всех подробностях. Бросок игрока команды соперника отправил Соммера в небольшой нокдаун. В раздевалке медицинский штаб продемонстрировал свою вуду, и Рой вернулся к исполнению своих обязанностей. Выглядел он при этом очень живописно. И вновь неудачный рикошет привел к тому, что тренер одной из команд упал как подкошенный. Джеку Копуано разбили нос, его даже пришлось вывести за руки в подтрибунное помещение. Но тренер вскоре вернулся на свое место и продолжил руководить командой. Можно сказать, отделался легким испугом. 26 февраля 2012 года очень сильно досталось тренеру Сан-Хосе «Шаркс» Тоду Маклеллану. Джейми Макгин проводил силовой прием против Мартина Сканделлы у скамейки запасных Сан-Хосе. И столкновение получилось настолько мощным, что клюшка игрока «Уайлд» буквально нокаутировала Маклеллана. Тренер получил сотрясение и в игру уже не вернулся. Бонус выпуска! Наш список мог вполне пополнить Дэн Байлдсма. Но сидящий перед наставником Крис Куниц спас тренера от попадания тяжелым предметом в область головы и шеи. Молодец, Крис! Бонус выпуска! И еще один бонус. Достается иногда не только тренерам, но и репортерам, работающим у скамеек запасных. Перед Джоном Джианони не было защитного стекла, и шайба нашла кратчайший путь к лицу журналиста. Профессионал в хоккее – это не пустые слова. Джон продолжал репортаж, в то время как медики устраняли последствия удара. На этом на сегодня все. Делитесь в комментариях, свидетелями каких тренерских травм были вы. А если вам понравилось это видео, ставьте свой мужественный хоккейный лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами была команда Fox Hockey. До новых встреч! Пока!